хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя шарафеев амирзиан хотя хватать откуда сами родом русской россии российской федерации в муртской республикой город ижеств какой год рождения 1 1974 год рождения 11 марта жена дети есть разведен двое детей дочери 27 лет сыну 15 контракт когда подписали контракт подписал первый контракт подписал с министерством обороны 1 сентября второй контракт с полком уже 6 сентября в украину зашли когда 13 сентября какая область донецкая так понял это стык донецкой и луганской области село им польское это 6 полк 90 танковые дивизии 6 полк вторая рота третий завод 3 отделение должность какая что у вас должность какая была даже стрелок пехота просто гайку туда пехота да а вот контракт вы сами как бы пошли подписывали а что стимулом было день но нет ни деньги а сколько обещали ученик деньги это уже меня как говорится уже потом навязывали как бы я не интересовался деньгами и деньги я ведь шел ты ведь думал здесь одни нацисты практически фашисты уголовники украинцы не воюют совсем то есть украинцы отказываются те которые то есть отказываются сзади за град отряды стоят то есть отступать украинцы ним не могут потому что семьи в заложниках и так далее на контракте сколько платили ничего не успели получить насколько обещали обещали 120 а до этого чем занимались теплотехникой какая зарплата в южевске за это 25 30 тысяч ну то разница большая 4 5 раз больше ну да ну дело-то не в деньгах еще раз говорю идеологически да да а вот у вас имя я татарин вы татарин а какой татарин казанский казанский да ну потому что еще есть крымские татары да я знаю да ну крымские татары они про украинские вы это знаете да они украина поддерживают а почему вот ваше мнение я ничего сказать не могу по этому поводу политику как бы не выдавался хочу почему они же жили как бы при украине вот разница между татаром большая да вот но у нас между ними большая разница то есть мы не поддерживаем никакие у нас связи нет нет я это понимаю сюда а вот вы говорите политика не интересуетесь но что его его с нацистами это же политика идти воевать с нацистами ну так я имею ввиду по национальному татару имеется ввиду хорошо а откуда вы эту всю информацию знаете что здесь нацисты у нас кругом средства массовые сми все туда все туда потому что по программе про коронавирус например забыли совсем то есть то что он есть все украину 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 украины надоело смотреть просто поехал посмотреть а кто такие нацисты не националисты я говорю про нацистов те которые я спрашиваю про нацисты емли не приемлю другие нации абсолютно кроме собственной ну то есть голубая кровь как расширство хорошо а как украинцы не принимали другие нации можете объяснить никак не могу на данный момент сейчас вот я вот глядя с высоты сейчас вот того что я видел сам да не видел ни националистов не фашистов не наемников не уголовников в плен я попал нормальным украинским у нас говорят с у вас глядя с у штурмовой отряд штурмовой отряд офицеры за гигала бригада это было я не не знаю а когда бригада бригада было до штурмовой штурмовой бригада скорее всего 13 мы заехали 25 мы попали в плен охраняли штаб в принципе должны были эвакуироваться с вата как оказались харьковской области мне до сих пор не понятно то есть все руководство все командование уехал а мы попали в плен это над нами даже штурмовой отряд прикалывался выиграть сначала в кольцо заехали с боем получается из кольца выехали и обратно в кольцо заехали только тогда нас уже подорвали конкретно и 9 человек нас попали сюда из 20 он будет вот знаете был при нацистов был такой трибурнал нюрмецкий процесс да слышали да я думаю что по россии будет гага да это идентичные 2 вещи вы чувствуете то что вы виноваты в войне как представитель арах ну да есть ваша мина да конечно для всех тех что приехали с магаз да конечно то есть многие за деньги приехали многих так такие же какие одручны приехали то есть приехали принципе защищать по идее украину то получилось то мы и не встречали а по идее приехали это принципе до с украинцами но я наемников не видел ни одного не нервнее сначала и потом а украинцев украинских солдат нас мы поехали в ночь мы поехали в ночь у нас нет ни тепловизоров не прицел от ночного видения абсолютно ничего тем более дрона я посмотрел в каждом отделении дрон каждом отделении и они взвод говорю каждому границу да каждом отделении тепловизоры каждом отделении порации рации я забыл сказать рации тепловизоры прицелы ночного видения то есть упакованы ребята нормально вооружены нормально по-человечески то есть как должно должен быть военнослужащий одет а вот они как мы как мясо бросили как мясо и все даже добровольно пошли давно мясо добровольно добровольное мясо до добровольными вынимающего до час я это начал понимать что там мы потому что отказались идти на передовую сразу и охранялись штаб штаб мы 25 числа упаковали собрали весь все что весь карп их не собрали и отправили к сватого и думали сами за ними едем сватого оказывается приехали то вообще не сватого далеко не сватого приехали вот так что возможно и тут где-то нас пытаясь скорее всего одурачили сказали поедите сватого отправили по идее то я не знаю куда может вообще не понимаю хотите что-то сказать командовая своем свою команду не я уже все сказал еще в харькове еще в харькове все сказал все что я думаю о своем командовании потому что мои командиры все уехали а мы остались вот и все и пока мы вот сюда не попали красный крест пока сюда не приехал я считал мы числились без вести пропавшие то есть нас уже списали практически и полк нас писал и вот если бы я в харькове не дал не дал бы интервью то есть как я видел это все то есть я также сам то же самое что и там сказал и сейчас вам говорю то есть я ехал то по идее ведь так сказать спасать украину от украинцев получать и всего и только тогда меня пол признал то есть поп признал свою да действительно есть такой военных лучше я так многих мы без вести пропавшие и красный крест приехал если бы красный грязь не приехал мы вы до сих пор были без вести пропавшие то есть такая картинка они нас писали просто и все политика интересуетесь постольку поскольку кого поддерживаете политически в россии не за кого голосовали я голосовал я вообще на голосование вот 8 лет ну а до этого а до этого я за коммунистов голосовал а чем нравится коммунисты но они потому что были как бы в оппозиции и в лдпр вот это тогда они еще были в оппозиции это потом начали уже все резиново петь бросить в россии есть оппозиция но было же яблоко например явлинский да да но это еще за царая гороха как говорится ну я я состоял в этой пор яблоки да да пока ее не запретили пока там все это дело не даже юлинского знаете да немцова знал нравится немцов но один час все эти погиб петя погиб да но он правду говорил принципе он он вот он такой прямой был человек евлинский я не знаю как поскольку поскольку а немцов ведь он а навальный 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 навального я вообще не видел но знаете что такой человек есть есть да но вам нравится жить в россии мне в россии нравится мы живу в россии как я где жил там и жил а где-то были за границей до границы нет не выездной а почему ну служил потому что когда-то срочно службу и до сих пор не вынужден что то такое в смысле служил срочно служба невыездной это что вы такое есть в россии что ли не в турцию не в египет не смог съездить никуда отдохнуть сидели нет точно точно а что это за такая бодяга типа если служил то невыездной что там служил связистом вот и все а где служили связистом севистом батальонсе и что из-за этого не выездной до не вы а финансам могли себе позволить В принципе, например, в Сочи отдыхать намного дороже, чем, например, в Турцию путёвку купить и в пятизвозочном отеле отдохнуть или в Египте, что в Сочи. В Сочи дорог, очень дорогой отдых, по сути. Украинцам хотите что-то сказать? Украинцам что я могу сказать? Я, слава богу, в войне это не участвовал, слава богу. И что я могу сказать? Война – это неправильно. Неправильная война изначально. А вам, вы говорите какие-то философские вещи. Вот же можно сказать? Дорогие украинцы, хочу извиниться. Да, я извиняюсь перед украинцами, потому что я дурак. Приехал, мало того, что не за деньги, а по зову, так сказать, души, а по идее был неправ абсолютно. Был неправ. Хотите этим дуримарам что-то сказать на камеру? Скобееву, Соловьеву, Симоньян? Мне им нечего говорить. У меня все вопросы командования вообще вооруженными силами. Вообще, какого ляда мы сюда приехали? И для чего нас вот это все вот это вот? Столько парней погибло, по идее, да? И кто-то за деньги приехал, кто-то что? Для чего? Удобрять украинскую землю? Чтобы украинские люди закапывали наших солдат? Даже не едут забирать. Насколько я знаю, не едут забирать. Бесплатно не едут забирать. Хоть и у нас в России говорят, что просят какие-то деньги за то, чтобы двухсотых забрать. По сути, это неправда. Это неправда, потому что штурмовики сказали, мы ваших парней всех похороним, как надо. Ваши все равно не забирают своих. И все. Им проще потери списать. То есть, у нас же потери копеечные, так нам пишут. Нам говорят, что копеечные у нас потери. А по сути-то, если из 20 человек 9 всего в живых осталось за 5 минут боя. Тут ребята живут, тут ребята есть 4 человека из полка выжили. Трое из полка выжили. Просто случайно. И все. А к украинцам что? Никаких у меня вот чисто... Ну, я вот как могу сказать. Дурак приехал. Извиняюсь, конечно. Абсолютно. Но не участвовал ни в чем. Слава Богу. Извиниться только могу. Перед украинцами. Больше ничего. Не стреляли? Не стреляли? Нет, конечно. Никто не стрелял? Нет. Я имею в виду, об кого стрелять. Ночью. Еще раз говорю. Мы поехали на какую-то драную задачу. Ночью. Абсолютно. Мы стоим на посту. Нам говорят, по дронам не стреляйте. По дронам не стреляйте, а нас палят. А дроны... Я не знаю, дрон ведь все равно тебя видит. Какая разница. Не стреляйте по джипам с минометами. Блин, не попадете, они потом нас обстреляют. Ну, это чушь какая-то. Что за война-то такая? По этим не стрелять, туда не стрелять, сюда не стрелять. А россиянам что-то хотите сказать? А россиянам не ехать сюда. Тем более мобилизированы. Не подписывать контракты. Просто не подписывать контракты. Сюда не ехать. Смысла нет никакого. Если чисто вот... Не знаю, что потом без вести пропавших были. И пять лет семья ждала, когда тебе там заплатят какие-то эфемерные 12 миллионов. Я не знаю. Я не знаю. Зачем это надо? Вот и все. Это не надо. Это война неправильная. То есть изначально ехали смотреть одно. Посмотреть наемников, смотреть уголовников. В итоге попадаешь в плен. Оказываются все нормальные люди. Все по-русски разговаривают. И умирают за Украину. Разговаривают на русском языке. Правда? У нас раненых всех оперировали. Прямо в посадке. Там док был. Ну, у него позывной док. Он оперировал у нас раненых. Прямо там осколки доставал у них из ног, из рук. То есть все раненые живые. То есть все приехали. Украинский врач? Да, конечно, украинский. ВСУшный? Да, конечно. Конечно. В лесопосадке где еще? Прямо тут и оперировал. Все доставал. Все живые. Вот один здесь, второй уже уехал домой. Молодой парень. Санинструктор. Так берут на войну людей, которых даже нету услужить. Нету. Мало того, что военного образования. У них нет вообще военной подготовки. То есть люди не служили даже срочной службой вообще не. Насрать им кого отправлять. Им вообще плевать, кого отправлять. Главное, чтобы кого-то отправить. Количество. Если одевают форму, меня с моим 46-ым размером, третий рост, одевают на меня 52-й, четвертый, ну понятно, что меня везут не для того, чтобы я служил, а для того, чтобы не знаю. Удобрил им конец. Да, да, что там, списали форму, списали и все. Вторая армия мира? Да вторая. Если не, это бронежилет противоосколочный, каска ментовская, без боеприпасов, вообще жесть. За день до того, как в плен попасть выдали по одному магазину. Вот так и служили. Кого-то могли убить. Вообще, КРО. КРОТНЫЙ, он просто постоянно жил в бомбоубежище. Вылазил только поматерить, надо обратно залезть в свою норку. Все. Вот так 7 месяцев он воевал. Я не знаю, вот он, дай бог, живой, его найти. Взводного-то, наверное, не найдем уже. Потому что он оказывал активное сопротивление. Пацаны, высушники сказали, что вроде как его кончили. Но если они его не кончили, мы его, наверное, сами кончили. Чего у нас туда приведут? Зачем? Взводного сами кончите? Конечно. А что он, где он есть-то? Да, скорее всего, его убили. Но если не убили, то сами найдете этого злодного в России, да? Ну, идем. Ну, идем. Да как это так? Мы должны были ехать в эвакуацию. То есть, в эвакуацию вместе со штабом в Саватова. А оказались в Харьковской области. Меня и украинцы-то спрашивают, как вы здесь оказались? Мы им объясняем. Мы ехали в эвакуацию. Он говорит, какую эвакуацию? Вы в другую сторону ехали. Вы приехали в совсем другую сторону. То есть, вы наоборот ехали. Вот и все. Вот прикол-то какой. Вообще, просто, видать, бросили нас. И все. Если едешь на БМП, а в БМП внутри никого нет. Не потому, что там нет никого, а потому, что больше вооружением БМП никто не умеет пользоваться. Есть механик-водитель, которого выбросил из воды и сел сам за баранку. А в башне никого нет. Даже вот имеется в виду служить, обслуживать имеется в виду БМП, некому. То есть, мы и не умеем это делать. Пустая бэха, один водила, и куча пацанов сидит на броне. Все. Один магазин, б***ь. У каждого по одному магазину. Куда поехали? Хрен его знает. Одни трассера заряжены. Включая жесть. Потому и у нас, у нас так-то, по идее, еще 20 из 29 человек живые, это еще нормальная потеря. Это еще нормально. Это еще нормально. Извода имеется в виду. Вторая бэха, ладно, хоть они развернулись, приехали обратно. А мы вот все, попали. Слава богу, кроме контузии, больше ничего я не заработал. У нас два раненых. Ну, не считая тех, которые погибли. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...